Но, например, Европейским институтом по правам человека, в том числе международными правозащитными организациями и при ООН, о том, что в России окружаются права человека, в том числе права инвалидов, права населения. Так это и так все знают. Это есть доклади Госдепа, это есть доклади Амнистии Тринейшнл. Но для убежища должна быть конкретно твое личное преследование, понимаешь? То есть ты должен скинуть историю на e-mail, я тебе пишу e-mail, я покажу адвокату, если адвокат берется, ну, обычно, конечно, берется, при том, что есть преследование, особенно если ты инвалид, конечно. Но нужно персонально, не надо говорить, что все в России плохо. Да, там все плохо, но для того, чтобы получить убежище, конкретно тебя как преследовали, конкретно как над тобой издевались. Ну, здесь вот именно больше, так сказать, не по этим основаниям, что по политическим, а именно вот социальный вопрос, такой, что вот недоступность среды для передвижения как раз в социальном, именно вот конкретно в моем случае. Ну, ты должен доказывать это все, ты должен это доказывать, показывать, что в твоем городе ты пишешь письма, они тебя посылают, по три буквы, а покупают себе замки в Майами и так далее. Понятно, что беспредел во всем, то есть... Ну, да. Вот, поэтому, конечно, в будущих, конечно, перспективах, вот, хотелось бы как-то, вот, рассудить, вот, задать вопрос, есть ли основания, потом в будущем иметь, вот, право на жительство. Ну, конечно, если ты получаешь убежище, ты получаешь бин-карту, вид на жительство, неограниченное по времени. Через четыре года ты можешь подать на американское гражданство. Ты можешь, ты можешь сделать блок о том, как издеваются над инвалидами, и это тоже твоя общественная позиция, политическое мнение, это все запрещено в России. То есть высказывать мнение, инакомыслие запрещено, то есть ты не можешь высказать мнение там, что губернатор жулик, да, что Путин убийца и так далее. Ты не можешь это высказать, тебе не дают возможность высказать. Это и есть преследование по политическим и общественным взглядах. Поэтому думай, определяйся, какая нужна помощь. Мы инвалидам делаем визы бесплатно, у нас такая, как бы, вот, программа спонсорская. Так что, если нужна будет помощь, мы все поможем. Хорошо? А, да, да, про вас есть просто, у нас связь пропадает. А что, какая программа? Мы бесплатно делаем визу. Если вот инвалиды, ну, не только едут на политическое убежище, многие едут просто на лечение, там, некоторые даже посмотреть пока присмотреться к стране. Да, просто вот такая на самом деле исключительная ситуация сейчас, ну вот как оказалось, я вам описывал, что я единственный человек, кто вот сам прошел все инстанции, ходил с суммами метрополитена, вот сейчас уже дело рассматривается на стадии коммунистирования с европейским судебным правом человека, ну в общем все, что от меня зависело, я смог и сделал, просто вот сами, я также смотрел ваши записи на ютубе, я прекрасно вижу и знаю, сколько очень много недовольных людей, все прекрасно так понимают, но как раз таки вот то, что вы сказали об политике, из-за того, что этот фотосоциальный вопрос, то так или иначе, без всякого сомнения, он пиратично является отчасти политическим. Ну да, одно за другое цепляется, а ты нас с Навальным не пытался связываться по поводу, с Навальным, с Алексеем Навальным, он активно критикует. Я непосредственно даже ездил к ним в офис, в штаб, но они, единственное, мне только сказали, вы не в штаб, что, соответственно, можно, как-то они помогут только в каких-то юридических моментах, но как вот это все во глазки подать, они прекрасно все об этом знают, и, соответственно, ничем они тоже особо так помочь не могут. Обратись еще к Дмитрию Гудкову, знаешь такого? Да, конечно. Да, обратись, он там тоже борется с Собяниным и этой бандой. Да, потому что понимаете, такая обстановка, вот, как говорится, один в поле в уголе, у меня такая ситуация, я обращался во все инстанции, начинает там правительство. Ну, ты ж видишь, какой народ в России, просто тупое быдло, которое, понимаешь, кивал их, трусы, да. Я все это знаю, я жил в России. Я только шесть лет в Америке живу. Я все это знаю и столкнулся с этим в своем бизнесе, поэтому я все прекрасно понимаю. Везде, куда ни ткнись, надо платить, куда ни ткнись, везде какие-то коррупционные жулики сидят. В судах, и в администрациях, и в больницах, везде, везде эти жилье, везде жилье. Я говорю, а народ, народа-то нормального там уже не осталось практически, единицы. Ну, вот видишь, ты говоришь, единственный, кто борешься. Их нету, их просто нет. Кто-то просто уехал, кто-то смирился и перешел на сторону врага и все. Ну, как бы, что делать? С ними надо бороться. С ними надо бороться, но, к сожалению, я не знаю, не вижу способа пока. Каждый день надо какую-то информацию вытаскивать в интернет. Может быть, кто-то изменит свое мнение. Только так потихоньку. Менять, меняется знание. Потому что дело в том числе, разве тоже, сами понимаете, на какая ситуация я нахожусь под риском? В плане того, что у нас же все это элементарно делается. Я вам сегодня написал, потому что я сейчас так как учусь в аспирантуре и через... Я с тобой согласен, что риск есть. Риск есть. Риск есть. Поэтому надо уезжать и отсюда делать из Америки то, что я делаю, и другие люди делают. То есть публиковать информацию. Здесь-то нас никто не достанет, путинские чиновники. Публиковать информацию, рассказывать людям, открывать глаза. Понимаешь? По-другому не расшевелить никак. Все равно, ну, какая-то же часть вот этих зомбированных, они же могут раззомбироваться назад. Я лично делал эксперименты и людей, которые даже вот из своих родственников, которые были зомбированы, объяснял, показывал, скидывал. Смотрите, вот жулик, вот украл там 2 миллиона долларов. Вот, а он мэр, да, вот купил квартиры, вот... Ну, то есть, надо приводить примеры, нужно им с простым языком объяснять, что это же ваши деньги, у вас эти жулики отворовывают все. Они эти деньги давно украли, они выделили деньги на пандусы для инвалидов? Они все это выделили. Просто Собянин и его жилье украл, а все это. Вот и все, это же все понятно. Что там же, это же... Ну, что делать? Их убивать нужно, расстреливать, только так, электрический стул. Да. Ладно, давай, будем на связи. Мой телефон, будут вопросы, пиши, звони, да, спасибо. Да, в любом случае, тогда на связи. Да, ну, шансы, я тебе сказал, огромные, но нужно конкретно собраться и должна быть твоя... А ты колясочник-инвалид или что? Да. Понятно, а с детства или трагедия какая-то? Ну, да, с детства. Ну, я думаю, что авария какая-то была. Ясно, ясно. Вот, хорошо, я тогда вот на эту почту, в которой у меня есть послание. Да, я тебе могу скинуть... Вот, помнишь, я делал видео, семья приезжала, тоже у них сын-инвалид. Хочешь, я тебе скину их контакты, пообщайся, они общительные очень. Да, конечно. Они прошли уже путь этот, они на убежище, как бы... Ну, прошли, работают, мама работает у него в... Я, кстати, помог им... Познакомил с Мариной Терентьевой, это детская школа на русском языке. Вот. Папа не знает, где работает, честно говоря, сейчас не помню. Окей, я тебя познакомлю с ребятами, хорошо? Да, хорошо. Все, давай, давай, пока. Да, до свидания, хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok